Сегодня я здесь несколько раньше, чем обычно, когда я бываю здесь во время утренних тренировок. И я люблю свои тренировки. Я пробегаю сейчас легким бегом в среднем от 3 до 8 километров. И все зависит от состояния, от настроения. И в принципе на набережной постоянно все тренируются. Летом, весной, осенью и даже зимой. Даже зимой происходят тренировки. Сам я начал тренироваться в конце февраля месяца. И на самом деле очень удобно тренироваться, потому что, к примеру, вдоль всей набережной есть такие точки, по которым легко, допустим, отсчитать километраж. От речного вокзала до станции МЧС 1 километр. От станции МЧС дальше до сцены Иртыс-Променад 2 километр. То есть эти объекты, они равно удалены почему-то. И третий объект от сцены Иртыс-Променад до смотровой за Лермонтовским подъемом, там третий километр. Эти три объекта находятся на равном удаленном расстоянии. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня я предлагаю пройтись вдоль, опять же, этих трех километров набережной, чтобы посмотреть, какие на самом деле изменения есть на набережной и на пляже в 2023 году. К примеру, вот он, первое, то, что здесь появилось совсем недавно, сегодня 3 июля. А вот это вот, как это назвать-то, понпон-смотровая пирс-пирс. Вот, там чуть дальше у нас пирс появился, кажется, в прошлом году, но типа деревянный. А здесь он какой-то вот пластиковый и такой вот плавающий, он стоит прямо на воде. Это вот первое, допустим, изменение на набережной в этом году. Ну, оно не первое, но я вам первое его показываю. Выглядит прикольно. Иртыш, конечно, грязнючий, просто нереально. Ну, хоть что-то, знаете, новенькое. То есть, можно вообще, мне кажется, присесть. Лапки свесить, можно намочить их. Но что-то он слишком грязный. Вот такой вот получается пирс. Прикольно, он так еще бутхается, немного плавает. Соответственно, рядом с пирсом поставили одну качелю. И там в столике беседка. О, лягуха, смотри, какая большая. Лягуха-квакуха. Собственно, в беседке. Стол. Еще один. И вид на этот новый пирс. Простенький стулья, стол. То есть, в принципе, пирс новый расположен вон там, Гестаевский съезд к берегу. Потом сюда поворачиваете. Направо получается. И будет виден новый пирс. Так, на пути к открытым спроменадсцене здесь появился какой-то непонятный асфальтированный запуток. Ну и туалетов здесь стало больше. Теперь их два. А, был один. Брафик работает. Сейчас сюда двух. К сожалению. А, тут с 12 до час. Ну ладно, уже хорошо. Потому что туалеты два штуки. И имеют они на обед разницу в час. То есть, не получится так, что ты приходишь, а ни один сортир не работает. Но это уже хорошо. Соответственно, в этом году сюда выезд великом, подъем на центральную, где сцены из променад запретили, велодорожка осталась только снизу. И здесь у нас идет огромная, просто нереальная стройка. Она реально просто огромная. Сварщик хреначит. И для тех, кто не догадался, а я, кстати, тоже с первого раза не догадался, это будет бассейн. Паспорт объекта. Бассейн на центральном пляже. Вот такой вот, тут ты сидишь, короче, можешь лапки свесить. И две ванночки. Одна побольше, одна поменьше. Ну, посмотрим, когда они закончат. Потому что, в принципе, через месяца полтора тепла уже не будет. Да и купаться уже будет невозможно. Это, наверное, одно из самых больших каких-то изменений на набережной, на пляже в 2023 году. Посмотрим, когда они, конечно, успеют это все доделать. Один сварщик, конечно, это будет варить год. Я надеюсь, это будет варить не один сварщик. Это просто ответственный работник, который пришел пораньше, чтобы пораньше закончить именно бассейн. вывеска, центральный пляж, фонтан питьевой воды. Вот так он работает. Так ты его пальцем выключаешь. У нас в школе были такие фонтанчики, но они постоянно били водой. Вот так вот примерно. И чтобы из него попить, надо было обсасывать вот этот сам выход. Ну такая фигня у нас в школе была, на самом деле, наверное, классе первый, второй, максимум третий. Короче, очень скоро все это прекратилось. Воздух. И в этом году огромное просто количество шезлонгов поставили, зонтиков. Один столб пока световой не доставили. Пойдем посмотрим. Их просто в этом году нереальное количество. По эту сторону получается от пирса и по ту сторону. там тоже нереальное количество всех этих зонтиков и лежаков. Басик будет. И тут ты, короче, на лежаке можешь лежать, отдыхать с по-травая. Ну а что, нормальный лежак. Качественный. Постучал, значит, качественный. Даже вешалочка одна есть. С этой стороны вторая. Уютно. И вот тут их целый ряд. Там еще один ряд. Там уже кто-то штучно себе вытащил их. И там еще два ряда таких же. На самом деле, классно. Прям набережная, пляжная зона в этом году сильно преобразилась. Это кайф. Опять же, пошли посмотрим. Берег. О, вода как сильно ушла. У нас пирс находится не в воде, а прям в самом начале воды. Вода сильно ушла. Ну, в принципе, такая же муть, что и не на этом пирсе, а тот, который дальше. В этом году я еще нигде не плавал, но я и сейчас плавать не буду. Но я хотя бы зайду, помочу ноги. Попробую как вода. Ну, освежающая, прям кайфово. Потому что сейчас жаркие дни. Еще всю неделю будет плюс 30. Аномальная жара в 45, конечно, в первые две недели июня прошла. Уже июль. И у нас просто плюс 30. Ну, в принципе, хорошо. Для такой жары иртыш прям хороший. Так, ну а вот этот пирс у нас не считается новинкой этого года. Он был еще сделан в прошлом году. Зимой его там бетонные плиты защищают от льда, от ледохода. Весеннего, наверное. Кстати, вот качели тоже прошлогодние. ПВЛ Моменс было построено сразу с этим пирсом. Наверное, в этом году вот тут вот эти вот канатные карусели было добавлено. И опять же, вот количество шезлонгов просто много. Нереально. Раз ряд, два ряд. Вон там третий ряд. И сам пирс на качеле. Здесь у нас огороженный какой-то лягушатник, по всей видимости. там второй. Там пирс со скатом. Это получается у нас для людей с инвалидностью вроде бы как задумано было сделано. Ну и здесь такой вот уже большой пирс, большая ограда, в отличие от того пластикового, который плавает, где ограда такая маленькая и в принципе ничего не держит. Ну вот здесь вначале прям прозрачно и видны камни. Но их просто видимо понасыпали сюда много для укрепления. А дальше вода мутная и соответственно опять ничего не видно. Короче, это пирс прошлого года. Пошли дальше. Пирс, кстати, прошлогодний прямиком нас выводит на ступеньки, которые рядом со стеной вертиспроминат с одной стороны, а со второй стороны у нас новинка этого года это фудкорт. То есть теперь можно набережной еще и похавать. У нас мою пекарню номер 5. Столики. Несколько столовок, если грубо выражаться. И соответственно ну да, плокотиться вот так не получится. Птицы все засрали. Вот перила в гавне. Немного да, вот это конечно выбивает немного некрасиво. То есть тут ты выходишь чтобы похавать, а тут у тебя вся помойка перед глазами. Велодорожка это плюс. Ну возможно им так было удобно, чтобы собирать мусор, который будет идти весь с пляжной зоны. поэтому его было попросту некуда поставить как здесь. Здесь же фудкорт, то есть ты здесь хаваешь тут же смотришь короче на помойку. Там у нас была пекарня из мир. Дальше крендель и буржуй. любой на выбор, что тебе больше нравится. С девяти почти девять подготавливают, натираются. Надо будет зайти посмотреть цены. К примеру в Измире я знаю цены, которые идут на Измир на химгородках, где свечки стоят. То есть я знаю сколько стоит латте, я знаю сколько стоит Донер в лаваше. Надо будет сравнить цены здесь одинаковые или здесь все-таки цена выше. Потому что такая проходимость и буржуй соответственно. Раз, два, три, четыре. Четыре точки. Самокаты вот в этом году электр появились. Модная тема. Давай с этой стороны посмотрим. У буржуи почему-то очень мало места, где можно посидеть. Здесь лавка, здесь лавка и все. Пусто. Хотя здесь хотя бы виды на эту парашу нету. Фонтанчики. Освещение. Скоро появится ванной бетонирует стержни. Скоро появится здесь освещение. Наверное в принципе если хотите посмотреть эту набережную обновленную в ночное время, то ставьте лайк, пишите комментарии об этом. Я приеду сюда уже прямо через 12 часов. К девяти, с девяти до десяти, до полодиннадцатого. То есть покажу вот сумерки, как здесь вообще тусич происходит в вечернее время. Поэтому короче с вас лайки и подписка на канал. Ну и комментарии соответственно. То есть здесь у нас соответственно столик. Ты просто можешь похавать стоя, ну хотя бы с приличным видом, согласись, не как вон там. Ну, ладно, классно. То есть на самом деле очень удобно. Фудкорты и пожалуйста сразу есть еще один туалет. Он опять же был расширен. В прошлом году он был в половину меньше. В этом году их расширили. Очень много вот таких вот тренажеров, где ты работаешь со своим весом. Здесь, здесь, там дальше еще один. И соответственно до сцены Иртис Проминад по той стороне опять же такие тренажеры есть. И в этом году их обновили. Ну вот, к примеру, тренажеры тоже уже обновленные. Если они были раньше просто белые с голубым. Сейчас соответственно перекрасили, восстановили. То есть у них у всех снова появились стульчики, спинки, подножки. И все это теперь отлично работает. То есть их реально обновили и все теперь классно работает. То есть здесь ты можешь давить вверх. А вот так наоборот на себя тянешь свой вес. тягаешь. Здесь просто ногами махаешь. Здесь типа велотренажер. Здесь ты получается упираешься ногами и отталкиваешься. Получается свой вес ты отталкиваешь ногами. То есть это работа со своим весом. Все эти тренажеры они работают по одному принципу просто на разные группы мышц. Типа гребля. Лежак пресс покачать. Ну и вот начало пляжа от Лермонтовского подъема. Лермонтовский подъем. Потом сразу спуск. И тут у нас опять же фонтанчик. Этот душ. Потом вот здесь питьевой фонтанчик. И два ряда лежаков. И пошли пошли они туда до центральной сцены. До центрального пляжа. То есть это все одна большая пляжная зона. Перестелили покрытие ну типа газон. Ну под вид газона конечно это не газон. Но хотя бы его обновили в этом году. Потому что в прошлом году он уже был конкретно задрипан. Засыпан песком вот так вот досюда он просто был в песке. И внешний вид вон там дальше будет видно то что вот это ограждение бордюр это получается будет тротуар они хотят сделать заасфальтировать дорожку. Вот эта вот часть мне очень нравится на самом деле красивая и соответственно зеленая чего так не хватает на набережной. Хотелось бы конечно чтобы эта зелень была более густая но даже так вид имеет. Соответственно здесь у нас футбольное поле вон там дальше у нас волейбольная площадка и опять же за этими площадками у нас продолжается пляж. То есть там и качели стоят еще одни и там вот видно зонтики лежаки вот соответственно тут уже видно здесь они закатают бетоном либо асфальт будет и это будет просто пешеходная тропинка еще одна новинка в этом году это новостройка в которой будет просто офигенный вид за исключением последних двух этажей которые не имеют окон но зато остальные этажи будут лицезреть весь берег и дневное солнце а также смотреть на закат в любое время года сейчас подойду ближе это вот как раз та самая смотровая про которую я говорил от лермонтовского подъема то есть соответственно вон та смотровая это будет третий километр завершение третьего километра от речного вокзала но к сожалению сейчас подойдем ближе покажу то что она закрыта то есть сейчас на смотровую попасть не получится она стоит на реконструкции либо на ремонте что на самом деле очень нелогично во время самого разгара сезона закрывать такую зону смотровую на ремонт то есть соответственно все мы не можем пройти раньше здесь стояли просто столбики и типа было нельзя зайти но эти столбики все раздвигали и спокойно заходили поэтому в этом чтобы туда уже точно не заходили разбили асфальт забили металлические трубы квадратные и к ним уже решетку приварили чтобы наш народ туда просто не лез и вот оно все а ну даже кто-то попытался вот видно помято то есть с разгона кто-то видимо башкой протаранил все-таки видимо очень хотелось туда попасть но туда на смотровую сейчас не попасть хотя я говорю блин ну самый разгар сезона и ты не можешь встать туда и посмотреть на весь город ну на пляжную зону в принципе то есть почему этого нельзя было делать весной я почему вот эти все изменения и замечаю потому что я вот говорю я тренирую здесь с февраля месяца и я все это вижу как это начинает строиться завершается строится и потом завершается то есть если бы я не бегал с грубо говоря начала весны да конец февраля там уже ну ладно не считаем то есть я бы наверное так сильно не замечал все эти изменения и то что строится а так как тут чуть ли не через день на набережной то все это прекрасно бросается в глаза что поменялось что нет то есть я говорю когда простые заборчики стояли люди пытались раздвигать и пройти а когда вбили вот эти металлические квадратные трубы все равно пытаются пройти как зачем это вообще что вы туда ломитесь ну понятно что вид да там офигенный ладно ну и вот это сердце оно тоже не считается новинкой этого года оно здесь верно года два и оно уже к сожалению не работает так покажу кто смотрит видео если кто не местный Павлодар раньше оно было световое то есть это был реально световой короб а тут стояло оргстекло и там все это подсвечивалось и было видно оно красным светилось было очень красиво тут люди вешают замочки и расписано вот подсветка осталась по периметру подсветка осталась но она уже не работает все пошли обратно теперь по нижней внизу здесь пройдусь покажу что здесь от лермонтовского подъема в лермонтовский спуск сразу на пляж в лермонтовского вот так вдоль берега такой сразу свежий зеленый газончик вот тут постели обновленный говорю вид передает сразу в лермонтовского водичка просто кайф в такую погоду в амуте навел в принципе можно пройтись пешочком по берегу вот у этих новостроек кажется прошлогодних тоже хороший вид берег рядом прям и ценник космический за квартиры ну там и площадь большая вышел из дома и прям центральный пляж у тебя и вид просто нереально красивый наертыш опять же на закат в любое время года хоть зимой хоть летом это все будет видно качельки тоже добавили в прошлом году их не было ну такое по мелочи качели смотровые для спасателей они были но спасателей там вроде как нет почему нет я не знаю сами сами бегите за своим мячиком ого ох Субтитры сделал DimaTorzok 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 просыпается вот здесь уже частичка осени если так посмотреть красиво но очень грустно осенью поэтому я больше люблю лето здесь у нас тренировка идет такая групповая тренировка на свежем воздухе классно тренируются женщины здесь принципе изменений по верхнему по среднему ярус никаких нет свободном доступе у повладарцев стоят холодильники ты можешь подойти взять любой освежающий напиток который тебя интересует видите они даже стоят их никто не берет потому что нет у людей уже жажду всю испили короче ладно я шучу она конечно же платная кто он тут что будет бесплатно раздавать аппарат это платные стоят откуда собственно я начинал это не ставский спуск к воде и здесь у нас из новинки это вот баскетбольная площадка появилась тренажера здесь также были обновлены гибет дальше вот эти рамбы они также были и сразу за рампой на там волейбольная площадка начинается и после волейбольной площадки как раз 1 пирс который уходит прям на реку пластиковый короче вон там пластиковый пирс его называть не знаю как по-другому назвать на воде стоящий пластиковый пирс территория городского пляжа и собственно площадка на баскетбольной площадке рубится волейбол тоже вариант и здесь у нас еще одна пляжная зона тут к сожалению немного диковато лес а потом снова пляжная зона качели поставили смотровая и лежаки тоже большое количество лежаков в прошлом году здесь такого не было волейбол на баскетбольном поле кайф красава это просто чисто постебать юмор ничего злого никакого злого умысла там опять же у нас переодеваться кабинка мусорка там еще одна кабинка велодорожка опять же идет она чисто по нижнему ярусу и там снова у нас уже обновленные тренажеры в принципе вот основное я вам показал изменения на набережной на пляже 2023 году сейчас еще одно место покажу здесь у нас уже спасалка соответственно рядом со спасалкой откуда все начинают уплывать на тот берег на том берегу также в этом году побольше всяких зонтиков лежаков появилась никогда там не был но отсюда видно что начало берега там тоже изменили короче покрасивее сделали помили бич все одно такие лавочки грузятся и на тот берег несколько таких лавочек с мотором плавает все это прямо рядом со станции мчс агафонов агафонов давайте мчс это у нас получается первый километр если бежать от речного до мчс тут расстояние километр дальше от него до это из променад будет второй километр вот этот участок на самом деле вообще не претерпел никаких изменений здесь только планировали обговариваю что-то поменять сделать реконструкцию потому что вот этот построенный стиль его такого камня берег ну ему уже не первый десяток лет и поэтому уже было не слушание просто типа думают что-то изменить типа преобразить потому что он уже такой подуставший типа предлагаете варианты как изменить эту часть набережной главное чтобы не просто не получилось как обычно что будет еще хуже и она будет сыпаться и какой-нибудь там брусчатку покладут которая будет вечно раздвигаться разъезжаться и кривая на которой будет невозможно нормально идти поэтому в принципе пускай уж лучше наверно оставят эту часть набережной так в таком виде просто вот я местами асфальт обновил потому что корни его деревьев уже приподняли он такой изгибистый ну и все тут вот прям до речного у нас рыбаки сидят причем вон там они дальше начинаются прям в огромном количестве потому что оттуда у нас иртыш поворачивает соответственно там должна быть рыба в принципе все у меня как раз на камере остается 3 процента сейчас она в любой момент выключится потому что когда зимой ты начинаешь снимать на gopro и у тебя остается 42 процента она уже отключается потому что и холодно она не может снимать даже при условии что у тебя 42 процента 41 42 процента батареи когда так подписывайтесь на канал там вот пацаны обещали подписаться короче у меня там еще плюс три-четыре подписчика новых скорее всего будет с этим видосом как-то так пишите комментарии наберем там активность короче будет лайки просмотры сделаю вечерний выезд набережную покажу как народ тусит вечером также пройдусь пешочком и все вам отсниму до новых встреч